Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей и сегодня я покажу вам Российскую Федерацию Георгия Явлинского, лидера Российской Федерации или же России в мире ХСФРН4 с прекрасным модом на современность, Миллениум Даун, Альтернативная История или же Российская Федерация Георгия Явлинского, Мои мечты в мире ХСФРН4. Ну что ж друзья, давайте начнем с того, что нашим главом государства является Георгий Явлинский, это прозападный лидер, глава государства, идеология либерала, мы являемся и возглавляем Альянс Европейской и НАТО, который создала была Российская Федерация, стабильность в стране плюс 100%, 79 поддержки войны, Российская Федерация является независимым государством, 83% независимости в стране, друзья, это достаточно большая независимость, И вот такие у нас бафы, как программа промышленного развития, оборонные конструкции, Россия обучается за границей, инфраструктурные проекты, главный союзник вне НАТО, даже и такое, армия республика, что дает нам организации дивизий плюс 10%, научные достижения, русская православная церковь, русское производство техники, бонус к производству винтовок, авиационные инвестиции и великая держава Российская Федерация. Это только первая часть, потому что у нас по бафах, вот смотрите, национальная статистика фракции, а 90% ВВП, это самая богатая страна и развинутая в мире Харсиферн-4, плюс быстрый рост, это максимальное значение, сдержанная коррупция, мы победили коррупцию, русские энергетические предприятия, владельцы малого и среднего бизнеса, не олигарх, и международные банкиры керуют Российскую Федерацию. Централизованный улучшенный государственный аппарат, централизованный огромные военные расходы на вооружение, это по стандарту, крупный полицейский разведывательный аппарат, бесплатное сообщее качественное образование, это действительно большой бонус. Давайте введем бесплатная скорая помощь, базовое сообщее здравоохранение и существенные социальные пильги мы можем ввести. Что касается политики, мы являемся экспортной страной, частичный призыв, добровольческая служба для женщин, глобальное вмешательство, военная академия, 100%, то есть самая максимальная. 50% поддержки нашей партии, которая называется «Яблоко», то есть 57% – идеология наша доминующая в российской политике, правда доходы и выдатки достаточно крупные, но 25% налоговой ставки в стране. Итак, друзья, это была вот такая часть нашей политики, Георгия Явлинского, лидер нашей Руси, деанонсировать статус основного союзника по НАТО. Мы это делать не будем. И что у нас по решениях? По решениях, ну пока что по решениях мы признали и Республику Китай, хотя Республику Китай мы не признали, мы признали Китайскую Народную Республику и все оставшиеся непризнанные государства. Давайте перейдем теперь к геополитике или же внутренней промышленной зоне. Что касается российской промышленности, то Российская Федерация максимально прокачана по военных и гражданских технологиях, техниках, фабриках. У нас есть прекрасно развинутая противовоздушная оборона, тут не развинулся на Владивостокове, стратегический топливный запас, которого вполне достаточно, чтобы выиграть каждую войну. ПВО у нас есть. И неперевершенно прекрасная инфраструктура, охватывающая всю Российскую Федерацию 2021 года. Это у нас по внутренней промышленности, друзья, биотопливный завод, развинутая страна по этому направлению. А давайте перейдем на этот раз к международной политике или же геополитичному состоянию Российской Федерации. Ну что ж, друзья, как вы видите, Крымский полуостров является украинским. Это означает, что Крым, Россия, Явлинского не оккупировала, не забирала и не проводились там никакие референдумы. Донецкая Народная Республика и ЛНР тоже не появились в мире. Президентом Украины является Володимир Зеленский. У них либералы, 68% поддержку партия имеет. Российская Федерация влияет на 43% внутреннюю политику и международную политику Украины. Мы продолжаем, вот смотрите, Украина отклоняет на этот раз экономичную помощь, но у нас и с Украиной прекрасные отношения. Это плюс 56 украинского мнения у государства Российской Федерации, создана мировая напряженность, аннексированный Крым, мы отдали Крым. И русское мнение у государства Украина. Открытый диалог санкций, что дает минус 5% в минус каждого месяца. Ну а теперь перейдем до создания Российской Федерации, Европейской НАТО. Это самое мощное создание альянса, когда-то существующее на территории Восточной Европы, потому что в него входят и скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия, Лукашенко, хотя он является не продемократичным лидером. Украина, Молдова, которая вот кстати взяла контроль над Приднестровьем, так как Явлинский был демократичным лидером, он решил все внутренние конфликты разных государств. Это и Абхазия с Осетии отошла к Грузии, взамен Грузия вступила в наш альянс, таким образом смотрите Грузия, Азербайджан, Армения, на Балканах Булгария, Румуния, Молдова, Сербия, православная страна, Албания и Греция являются союзниками европейского НАТО. Это самый могущественный блок, друзья, потому что вот и Средняя Азия с такими странами, как Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, может я и сказал уже Кыргызстан, является участником европейского НАТО. Мощнее, нежели Советский Союз, сильнее и демократичнее, нежели там Соединенные Штаты Америки, друзья, европейское НАТО, Российской Федерации явленского является пролидером в партии, пролидером на международной арене. А что касается главных союзников дня НАТО, это свидетельствует о том, что Россия не хочет воевать с Америкой, у них относительно неплохие отношения с американской политикой, с Европой тоже у них неплохие отношения, друзья, вот смотрите, с Ангелой Меркель вообще прекрасные отношения, тут у нас никаких разных, ну, можно сказать, неприятностей не возникло в политике, ну, в общем, как-то так. Такая наша Российская Федерация Явлинского, давайте теперь перейдем до вооруженных сил, кстати, вооруженные силы Российской Федерации, они самые могущественные в мире ХСФРМ-4, от самые могущественные. По фокусам мы развинули такую ветвь наших фокусов, смотрите, Явлинский президент, сотрудничество с Европой, национальной экономической цели, балтийское экономическое сотрудничество. И бороться с элитой, политика НАТО, бастион демократии, либерализировать русское общество, реализация областей, поширять свободу мыслей, армия республика, реформа армии, поширять свободу слова, принять православную церковь, инвестировать интенсивные, интенсифицировать инвестиции в образование, государственный, спонсируемый секуроризм, регулиозный республиканизм. И что касается вооружения, то мы прокачали всю ветвь фокусов, по промышленности тоже прокачали всю ветвь фокусов, мы пошли путем либерала, искоренили олігархов, мы создали северный поток и южный поток, нам был создан Украина, этому не препятствовала. Торговля с Востоком, торговля с Южной Кореей, торговать с демократическими странами, мы торгуем и с авторитарными режимами, расширенная торговая политика, у нас вот такие по фокусам. А что касается вооружения, то у нас более, сейчас посчитаю, 20, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, около 190 дивизий, друзья, на территории Российской Федерации, чуть можно и больше. Это огромнейшая масса, это огромнейшая масса, друзья, дивизий, которые прекрасно укомплектованы, прекрасно укомплектованы и готовы дать отпор Европе. С такими дивизиями, с такими союзниками, не дай бог, если Европа что-то будет против высказываться о Российской Федерации Евленской и союзниках Российской Федерации, то мы сможем с легкостью захватить и всю Центральную и Западную Европу. В общем, друзья, как-то так, надеюсь, что данный видеоролик вам был полезен и интересен, я как автор, конечно же, говорю спасибо за данный просмотр, не забываем подписываться на канал, если вам будет интересно прохождение за Российскую Федерацию Явленскую, напишите, пожалуйста, в комментариях, какое именно вы бы хотели видеть продолжение или же прохождение за Явленскую, ну а на этом у нас все. Спасибо за просмотр, до свидания всем, с вами был Сергей и всем пока!